За тобой пойду Я быть готов только за тобой Благ во всех путях справедлив всегда Доверяю только тебе Ты превыше всех ценностей земных Доверяю жизнь тебе Лишь тебе За тобой пойду Буду там, где ты Следовать готов только за тобой За тобой пойду Буду там, где ты Следовать готов только за тобой Субтитры создавал Dima 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 А Субтитры создавал Dima А мы давайте вместе прославим Господа. Я хочу поприветствовать всех, кто первый раз у нас, кто из других штатов. Если вы из другого штата, поднимите руку, кто приехал в гости. Смотрите, как много гостей. Давайте поприветствуем. Благодарим, что вы с нами сегодня. Давайте закроем наши глаза в благоговении перед Богом и воздадим Ему славу. Небесный Отец, благодарим Тебя, Господи, что Ты позволил нам заключить завет с Тобою. Благодарим Тебя за этот праздник, за этих молодых людей сегодня. Мы благословляем парней и девчат, Господь, во имя Иисуса Христа. И поздравляем их, и благодарим Тебя, Господь. Пусть это служение будет особенным свидетельством того, что Ты жив, что Ты воскрес, Господь, что Ты прощаешь, исцеляешь и восстанавливаешь во имя Иисуса Христа. А мы будем петь Тебе и славить Тебя во имя Иисуса Христа. Давайте будем продолжать славить Его в песне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Празднесу вслух имя Иисуса Под каждым сердцем, каждою душой В Твоем присутствии всегда есть мир, Бог, скажет Иисус. Иисус есть сила, Он мой целитель, Твоя вся жизнь. Разрушь впервые, сияй сквозь тени, Гори во мне, Иисус есть сила, Он мой целитель, Твоя вся жизнь. Разрушь впервые, сияй сквозь тени, Гори во мне. ИSource. Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, в имени Иисуса есть сила. Я предлагаю, давайте поднимем наши голоса и прославим это имя. Ибо написано, родит же сына и наречешь его имя Иисус, ибо он спасет народ свой от грехов их. И нету другого имени под небом данного человеком, которого бы надлежало бы нам спастись. Иисус, я благодарю Тебя вместе с народом Твоими. Господи, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы призываем Твое имя, Господь, на нас, Господь, на наши семьи. Аллилуйя, Иисус, Джизис, спасибо Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, Аллилуйя. Я благодарю Тебя за спасение. Я благодарю Тебя за множество спасенных. Я благодарю Тебя за кровь Твою. И прямо сейчас я призываю Твою кровь на это место. Я молю Тебя омой наши сердца, омой наши семьи, Господь. Омой, Господь, Аллилуйя, наши мысли. Мы придаем Тебе наше настоящее и будущее. Господь, сила моя, Господь, победа моя, Господь, спасение мое, я славлю Тебя, Господь, Отец мой. Аллилуйя, я знаю, какие бы ни были, Господь, Аллилуйя, какие бы ни были битвы, Господь, но я знаю, что они победили Его именем Иисуса Христа, они победили Его кровью Ангца, Аллилуйя, силой свидетельства. Я призываю эту кровь прямо сейчас на это место, и мы сегодня будем свидетельствовать о великой милости Твоей. Аллилуйя, Господи, во имя Иисуса Христа, о том, что Твоя кровь, Аллилуйя, она спасает, она очищает, Аллилуйя, она приводит нас к Господу, во имя Иисуса Христа, в Твоей крови есть спасение, в Твоей крови есть сила, Господь, Аллилуйя. Я призываю эту силу сейчас на это место, во имя Иисуса Христа, и я запрещаю всяким проискам дьявола иметь власть на этом месте. Мы утверждаем власть Иисуса Христа, власть Спасителя, Аллилуйя. И ты сказал, и никто не покинет тебя из моей руки во имя Иисуса Христа. Он сказал, я буду держать тебя за руку, я спаситель твой, я благословляю тебя, Иисус. Я благодарю тебя, Господь Отец мой, за это множество спасенных. Я благодарю тебя за каждую душу. Я знаю, Господь Отец мой, что ты был с нами, когда были битвы, Господь Отец мой, аллилуйя. Но они спасены, они омыты, они очищены, они спасенные, аллилуйя, Господи, во имя Иисуса Христа. И через Твою кровь, Господь, Отец мой, мы имеем силу, Господь, мы имеем дерзновение входить, Господь, Отец мой, во святое святых. Через Твою кровь, Господь, Отец мой, мы святы, аллилуйя, мы имеем общение с Богом во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Иисус Господи, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, Отец мой, аллилуйя, Господи. Я прошу, благослови каждую мамочку, каждого отца, благослови, Господь, Отец мой, крещаемый Господь, Отец мой, во имя Иисуса Христа, укрепи, Господь, и делай непоколебимыми, во имя Иисуса Христа, ты тот, кто сказал, не бойся, я искупил тебя, я назвал тебя по имени твоему, ты мой, будешь ли переходить через воды, я с тобою через реки, они не потопят тебя, войдешь ли в огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, Ибо я, Господь, Бог твой, Спаситель твой, во имя Иисуса Христа, благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, друзья, мы будем продолжать сейчас славить Господа, и славить Бога можно по-разному, можно словами, можно делами, и сейчас во время этой песни, поклонения, мы будем славить Бога нашими пожертвованиями и приношениями, Ему да будет слава, Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус 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 Звучала проповедь После того, когда люди услышали Божье Слово Не просто лекцию, не просто философию Не просто идеи хорошие Но Божье Слово То написано, что они умилились И дальше их реакция Они сказали, что нам делать дальше Знак вопроса И вот ответ Петр отвечает и говорит им, покайтесь И дальше, следующая цель Которой вы должны стремиться И докреститься каждый из вас Я хочу обратиться к людям Которые сегодня находятся Которые здесь в этом зале Но они еще не приняли водное крещение Возможно, вы еще думаете Возможно, здесь есть ваши друзья Вы пришли сюда ради них Я хочу, чтобы вы знали Что следующий этап или цель В жизни любого человека Который принимает Слово Божье Верит в Него Следующий этап Это водное крещение И мы только что с вами Об этом прочитали Я хотел бы, чтобы все верующие Неверующие гости местные Чтобы вы, не знаю, как вы это Переживаете внутри Чтобы мы по-настоящему Осознали, какой это Громадный праздник Праздник водного крещения Представьте, Иисус пришел на землю Спасать людей Ради того, чтобы вот эти события Происходили Церковь существует на земле Для того, чтобы водное крещение Регулярно люди новые Принимали, спасались Люди каялись Это огромная Привилегия Видеть Вновь рожденных людей Вы знаете, друзья, что Любая церковь Где приходят новые люди С мира Или верующие Которые каются И принимают И потом Принимают водное крещение Там всегда будет жизнь Это если все равно Что сравнить Вот есть больница Где людей в основном Где иногда людей Только хоронят И там и запах такой Вы сами понимаете Смерти А есть другая Категория Это роддом Где жизнь Всегда жизнь Новая рождается И вот, друзья Церковь Это одно из тех мест Где люди Рождаются заново Для новой жизни То, что Писание называет Рождение свыше Для нас, друзья Водное крещение Это не просто Религиозный ритуал Который делают христиане Водное крещение Это один из самых важных выборов Который человек делает на земле Да, я повторю Я не ошибся Один из самых важных решений Которые человек делает на земле Ни карьера Ни учеба И даже не выбор Жены или мужа Первое Это выбор Какому Богу Я буду служить Если даже человек В Бога живого не верит Иисуса Христа отвергает Он все равно Свою жизнь не имеет Бога Кому-то он поклоняется Кому-то он служит Кому-то он принадлежит Дальше Водное крещение Это публичное Исповедание веры Сегодня эти люди На ваших глазах При многих свидетелях Они Это заявляли И в духовном мире И среди нас Что да Это мое личное решение Мой выбор Это моя вера На основании писания Мы знаем Что водное крещение Это завет Это контракт Это соглашение Которое заключает Человек Добровольно Между Богом И человеком И это также Желание Стать его учеником Я не знаю Если вы Давно верующие Возможно Мы иногда забываем Что в писании Очень много Особенно в новом завете Написано Об ученичестве Водное крещение Это не последний Этап в жизни Это один Из первых шагов А дальше идет Процесс Роста Развития Ученичества И С этим желанием Сегодня Они Вступили В этот завет Почему Мы совершаем Водное крещение Зачем нужно креститься Первое Потому что Сам Иисус Христос Он для нас Является примером Он сам был крещен В воде Второе Водное крещение Это повеление Которое дал нам Сам Господь Мы это делаем Не потому что Это традиция Нашей церкви Не потому что У нас Так решили Но Господь Иисус Сказал Чтобы Мы Его последователи Это делали Матфе 28 Написано Итак Идите И научите Все народы Крестя их Во имя Отца Сына И Святого Духа Вот почему Перед Тем Как мы Людям Преподаем Водное крещение Мы их учим Многие из них Они Три-четыре месяца Проходили Курсы Классы Познавали Христианские Базы Они учились Потому что Христос сказал Идите Научите И Крестите И Марка 16 Написано Кто будет веровать И креститься Спасен Будет Поэтому Сегодня Эти люди Возможно Для кого-то Бросают Вызов И сами Исполняют Писание Кто будет веровать И креститься Спасен Будет Дальше Почему мы еще Совершаем Крещение Потому что Ученики Об этом Учили И также Крестили Какие же Условия Для Водного Крещения Я это говорю Друзья Опять же С той целью Что В зале Я надеюсь Есть люди Которые еще Думают Которые еще На пути Поэтому для нас Важно это знать Первое условие Для того Чтобы принять Водное крещение Это Покаяние Деяния 2 Там написано Так Снова Когда Люди Слышат Божье Слово Реагируют Принимают То Первый Этап Покайтесь Первый Шаг Человек Должен Прийти К Богу Осознав Своё Греховное Состояние Перед Богом Осознав То Что Он Нуждается В Спасителей Написано В Библии В Писании Что Все согрешили Все Лишены Божьей Славы Поэтому Мы Нуждаемся В Спасителей Который Способен Прощать И очищать Наши Грехи Дальше Второе Условие Это Вера Вообще О покаянии Хотел бы Добавить Что Об этом Очень много Говорил Иисус Христос Это была Одна из Центральных Мыслей Проповеди Христа Он говорил Покайтесь Ибо Приблизилось Царство Небесное Это Актуально И сегодня Друзья Следующая Вера О вере Написано Также Покайтесь И Веруйте В Евангелие Поэтому Покаяние Невозможно Без веры Вера Написано В Библии Невозможно Угодить Богу Без Веры Поэтому Все люди Которые Находятся Здесь Перед вами Сегодня На сцене Они Все Поверили В то Что они Услышали И как Важно Что это Было Их Личное Решение Их Личная Вера Их Личный Выбор И Личное Решение Следующий Этап Или Условия Это Ученичество Это Опять же Желание Или Согласие Развиваться Учиться И Расти Духовно Христос Он Ставил Эти Условия Или Эти Вопросы Задавал Всем Кто Его Слышал Кто Ходил С Ним Он Говорил Кто Хочет Быть Моим Учеником И Дальше Он Говорил Что Нужно Сделать Это И Сегодня Актуально Кто Хочет Быть Моим Учеником Следующий Момент Это Чистая Совесть Мы Ее Получаем Благодаря Снова Оправданию Верой В жертву Иисуса Христа На кресте За наши Грехи Первое Петра 3 Написано Что Мы Даем Обещание Богу Доброй Совести И Четвертое Это Провозглашение Публичное Заявление Не стесняясь Потому Что Христос Сказал Кто Постыдится Меня Постесняется Меня Перед Людьми Того И я Постыжусь Поэтому Сегодня Эти люди Они Перед Вами И они Сделали Этот Смелый Шаг Последовав Откликнувшись На приглашение Иисуса Христа В заключение Я хотел бы Наверное Больше всего Обратить Внимание На Вот Эту Часть Это Что Делать После Водного Крещения Небольшое Предупреждение Или Warning Я хотел бы Поделиться Пятью Пунктами Что Делать После Водного Крещения И Первое Это Питай Себя Божьим Словом Для Многих Мы Это Знаем Но Я Не Уверен Что Мы Это Делаем Для Тех Кто Давно Верующий Я Повторю Люди Эту Истину Знают Но Не Делают И Христос Сказал Блажены Не Только Те Которые Слушают Но Те Которые Исполняют Первое Петра 2 Написано Как Новорожденные Младенцы Возлюбите Чистое Словесное Молоко Писание Писание Призывает Чтоб Мы От этого Духовно Питались Росли Поэтому Первое Если Человек Принял Водное Крещение Но Потом Не Читая Божье Слово Не Пребывает В нем Если Вы Не Будете Иметь Это Личное Время С Богом Вам Будет Очень Очень Тяжело Остаться Духовно Здоровым И Сильным Это Очень Басик Это Очень Басик Но Я Погнал Я Челлен Вы Пожалуйста Дайте Счастье Вы Слышите Слово Бога Я Я вас Вдохновляю Чтобы Вы Читали Это Божье Слово Чтобы Вы Имели Это Личное Взаимоотношение С Богом Потому Что Публичные Собрания Общие Молитвы Никогда Не Заменят Личных Второе Это Искушение И Наставник Я Хотел бы Спросить У вас Кто Помнит Что Произошло С Иисусом Христом Сразу После Водного Крещения Вы Пока Не Отвечайте Что Произошло С Иисусом Христом Сразу После Водного Крещения Кто Знает Правильно Искушение Он Был Соро День Пустыни Спасибо Все Услышали Что Произошло С Иисусом Сразу После Крещения Громко Скажите Искушение Дьявольские Атаки Как вы Думаете Они Сегодня Реальны Вы Даже Не Представляете Из Маленького Опыта Сколько Людей Которые Приняли Водное Крещение И Для Них Самая Тяжелая Духовная Жизнь Была После Водного Крещения Больше Всех Искушений Атак Раздражений Людей Мыслей Плохих Греховных Именно После Водного Крещения Это Предупреждение Друзья Будь Смешен Будь Смешен 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 Я Вдохновляю Каждого Из них Найти Себе Наставника Кому Они Будут Подотчетны Кому Они Скажут Слушай Дорогой Брат Сестра Дядя Тетя Подруга Текстуя Каждую Семья Как я Читаю Библию Текстуя Каждую Неделю И спрашивай Как я читаю Библию Как я молюсь Лично Как мое Расписание Насколько я Занят Текстуя Буди Меня Говори Если ты видишь Что я в коридоре Убегаю от тебя И не хочу тебе руку Пожать Догоняй Меня Принимаете Это вам Поможет Это вам Поможет Обязательно На это Обратите Внимание Третье На Какое Сейчас Мы Говорим Предупреждение Это Опасно Это Важно Запомнить Третье Друзья And Community Друзья И Общество Я не знаю Какие у вас Друзья Сейчас Есть Но В Библии Написано 1 Коринфянам 15 Не Обманывайтесь Не Думайте Что вы Такие Сильные Крутые Духовно Справляетесь Не Думайте Что все Так У вас Легко Получится Написано Не Обманывайтесь Худые Сообщества Плохие Друзья Плохие Компании Развращают Добрые Нравы Друзья Неверующие Которые В Бога Не верят Им Тоже Нужно Свидетельствовать Вопрос Только Кто На кого Влияет Вы На них На них Или На вас Друзья Поэтому, друзья, сложно оставаться нейтральным. Иногда люди говорят, ну я там, как бы они на меня не влияют. Поверьте, особенно после водного крещения еще и как влияют. Поэтому, если ты достаточно сильный на них влиять, тогда иди туда, а если нет, то убегай. Это очень важно. Это тоже будет встречаться и в вашей жизни. Вот почему, друзья, я вам советую, обязательно посещайте церковь. Вам нужна здоровое общество, духовное общество. Вам нужна вот эта поддержка. Пожалуйста, не работайте в воскресенье. Если сейчас у вас есть работа в воскресенье, и вам нельзя ее пока поменять, уже начинай молиться. Уже проси. Господи, я не хочу так жить, я не буду так жить, я хочу менять что-то в своей жизни. Иначе это опасно. Ты проиграешь. И не только в воскресенье ходи раз, один раз в церковь. Ищи общение. Go and attend Bible studies, attend home groups and stay connected with the believers. Оставайтесь на связи с верующими людьми. Четвертое. Serve. Служите. Вот четыре, видите, этапа после водного крещения. Служите. Обязательно служите. Если вы будете просто ходить, вы будете больше, больше шансов, что вы можете потеряться. Если вы будете просто посещать церковь. Но когда вы начинаете служить, вы даже сами еще, возможно, или не пробовали, или не осознаете, как это будет укреплять вас духовно. You have to serve. I encourage you to serve. Don't just attend church. Serve. Because a believer who is going and attending church for 10-20 years and doesn't serve, it's almost impossible to change him. To change his mind and to make him serve. We need a great tribulation in order for this to happen. That's why I challenge you to start right, right away. Сразу начинайте ваш христианский путь правильно. Не идите в то большинство или половину, которые просто посещают. Сразу будьте среди тех, кто служит. Потому что это не просто мои мысли. Я вам читаю. Написано 1 Коринфянам, 12 глава. Дабы не было разделения в теле. Все члены, прочитаю с нового перевода, чтобы все члены в равной степени заботились друг о друге. Итак, если страдает один член, так страдают и все. Итак, вы вместе тело Христово и каждый по отдельности часть этого тела. Каждый из вас сравнивается в Писании с телом человеческим. Значит, каждый орган имеет цель, функцию и назначение. Поэтому нельзя быть бесполезным. I am asking you, I am blessing you to serve. Уже начинайте молиться, где я буду служить. В Писании есть такой пример, что когда человек очищается от грехов, от привычек, от зависимостей, но потом никак себя полезно, ничем не занимает, то написано есть, что потом этот злой дух, дьявол, берет 7 злейших других демонов духов и занимает сердце, разум, мысли человека. По какой причине? Потому что ничем не занят, пустой. Вроде покаялся, вроде очистился, вроде бы все, мусор выкинул, но ничем хорошим не заполнил себя. So you have to get busy for Christ, otherwise, I promise you, someone else will keep you busy. You will be busy, especially in this country. Вы 100% будете заняты, особенно в этой стране. Поэтому я вас сразу вдохновляю, займите себя и для Бога также, чтобы это было для вас приоритет и в вашем расписании. И последнее, это be a disciple. Это значит, что ваш христианский путь сегодня, это только начало. Может быть, кто-то подумал, что это финал, это уже победа, это победа, но это начало. Впереди еще много нужно одержать побед. Поэтому, друзья, учитесь духовно, развивайтесь, возрастайте. Вам нужно быть духовно зрелыми. Писание сравнивает вас, как с духовными младенцами. The scripture says that you are right now in the stage where you're spiritual babies, and you need to grow, and you need to mature. That's why you need Bible studies. That's why you need church. That's why you need to grow spiritually. That's why you need to attend more than just once a week. Ученик, вам нужно согласиться, что я ученик. И любой верующий, который сегодня сидит в зале, даже если вы 30 лет уже посещаете церковь, статус христианина – это ученик. Это значит, он всю жизнь учится, всю жизнь меняется к лучшему, всю жизнь развивается. Как только он эту цель отставляет в сторону, подступает деградация. Поэтому это всю жизнь борьба, марафон. Поэтому я вас на это, друзья, благословляю. Итак, давайте мы до 5 пунктов предупреждений, которые, если можно, пока не показывать. Я хочу спросить наших классных, наших хороших людей. И хочу обратиться к залу. Пожалуйста, если здесь есть ваши друзья или даже незнакомые люди, ваши дети, я обращаюсь сейчас к вам. Обязательно сделайте что-то, чтобы помочь им духовно оставаться сильным. Помните, это духовные младенцы, они только в начале пути. Не стоит праздновать победу и расслабиться. Им нужна помощь, им нужен ментор, и вы можете стать таким человеком. Пять пунктов, что нужно помнить, на что обращать внимание после водного крещения. Ничего страшного, даже если вы... Ну, у вас тут больше 50 человек. Я уверен, что вы толпой ответите правильно. Правильно? Окей, итак, кто помнит, какие пункты? Что нужно помнить после водного крещения? Можете поднимать руку, можете громко говорить на разных языках. Первое, питайте Словом Божьим. Правильно. Второе. Иметь наставника или ментора. Правильно. Третье. Have good friends. Иметь правильных, хороших друзей. Окей, четвертое. Serve. Служить обязательно. И пятое. Be a disciple. Да, быть его учеником. Друзья, на этом мы переходим к следующему этапу. Это причастие. Для них оно будет первый раз в жизни. Кто это уже делал десятки лет, вы сможете вспомнить, как у вас это переживалось, когда это было первый раз в жизни? Это особый момент. Друзья, когда мы принимаем причастие, в этом есть жизнь. В этом есть жизнь. Communion brings life. Я уже рассказывал эту историю, но скажу для тех, кто не слышал. Когда-то я жил во Франции, и я прочитал Библию. Я ее редко тогда читал, почти не читал. И я прочитал один стих. Там было написано, кто принимает причастие, тот имеет жизнь и будет иметь жизнь вечную. И я подумал, какой ужас. Значит, получается, я в пролете. Я крещение водное не принял, и я причастие святое не принимаю. Значит, я не буду иметь ни жизни, и сейчас ее как бы типа не имею, и в вечности не буду иметь. И для меня это было таким большим побуждением. Все, я решил, no way. Я этого должен. Я должен это достигнуть. Поэтому сегодня, друзья, это святое причастие для вас, это тоже жизнь в духе. И давайте мы все поднимемся на ноги. Я хотел бы прочитать один текст из Писания. Первая Коринфянам, 11 глава. Там написано, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите сиее с тела мое за вас ломимое. Так же и чашу взял после вечерей и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, и сие творите, когда будете только пить в мое воспоминание». Итак, друзья, этот текст дает нам сегодня право. Это заповедь, которую оставил нам Иисус Христос, чтобы все верующие люди в Него, все, которые последовали за Ним, чтобы они это совершали регулярно, как напоминание того, что Иисус Христос сделал в их жизни и в нашей жизни. Сегодня мы верим на основании Писания, как Христос сказал, что хлеб – это символизирует тело Иисуса Христа, которое было распято, которое было мучимо за каждого из нас. Поэтому, когда вы будете брать этот кусочек, скажите, закройте глаза, сосредоточьте свое внимание, не делайте это легкомысленно, не делайте это машинально, не делайте это как традиция. Do never take communion as a tradition. Don't do it mechanically. Do it with reverence, with the highest level of respect. This is something that Jesus Christ Himself told us to do. So I would never forget how He saved me, how high was the price, the cost for my salvation. Всегда помните, какая была высокая цена за мое спасение. Когда вы будете подходить, вначале возьмите этот кусочек хлеба и не спешите. Вы можете закрыть глаза и с благоговением просто помолиться и потом принять. А дальше вы возьмете чашу и также с благодарностью осознавая, что это символизирует кровь Иисуса, которая проливалась за мои ошибки, за мои грехи. Давайте мы сейчас помолимся вместе. Склоним наши головы. Поблагодарим и благословим. Отец Небесный, в этой молитве мы вместе объединяемся, вместе с церковью и вместе, Господь, со спасенными. Господь, сегодня многие из них первый раз в жизни будут прикасаться к этой святыне. Пусть оно, Господи, для них будет особым. Пусть, Господи, участвует все сердце. Пусть, Господи, они переживают это в духе. Господь, помоги это делать с благоговением. Помоги, Господь, это делать с благодарностью во имя Иисуса Христа. Благослови этот хлеб, благослови эти чаши. Мы с благодарностью Божией это принимаем от Тебя, вспоминая, Господь. Вспоминая, Господь, провозглашая то, что Ты сделал на кресте, Господь. Провозглашая Твою смерть, воскресенье и то, что Ты снова придешь за нами. Господь, благослови сегодня, наполни этот зал, их сердца, Господь, мысли. Наш дух, Господь, наполни, Боже, этим благоговением. Господь, благослови наши сердца и сердца, Господь, with this reverence and gratitude, Господь, for what You have done for me on the cross. We thank You, Jesus. We love You, Lord. And we bless You. In Jesus' name. Amen. Теперь, друзья, вы сможете подходить по два человека сразу и осторожно, с благоговением принимайте вначале хлеб, потом чашу и делайте это молитвенно. Аллилуйя, Господь. Ибо всякий раз, когда вы идите хлеб сей и пьете чашу сей, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Аллилуйя, Бенуа. Аллилуйя, Бенуа. Аллилуйя, Бенуа. а в сене и а Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 всегда а а и а и а а а я без с нашу жизнь свою трепещу всегда это я где убили и втолк всегда пред тобою я у креста у креста посложу жизнь свою трепещу всегда пред тобою я там где грех убили кровью ты окрабил и втолк всегда пред тобою я и у креста у креста посложу жизнь свою трепещу всегда пред тобою я там где грех убили кровью ты окрабил и втолк всегда пред тобою я с дож... дож... С дож... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А теперь Юлия Костова из Джаксонвилла, Флорида Добрый вечер всем Сколько людей Спасибо большое, что вы пришли нас поддержать Каждого этого человечка Сегодня огромный праздник у нас Спасибо вам огромное Что касается Как я пришла в церковь Мой путь Ничем не особенный Он обычный Я так думаю Наверное, он начался Лет 10 назад Когда я познакомилась с моим мужем Он верующий, давно И именно он приоткрыл мне эту дверь Которую я потихонечку заглядывала Заглядывала, но не входила Дело в том, что я родилась и воспитывалась в православной семье В которой меня научили любить Бога Верить в Него И глубоко в душе я сомневалась, что мои родные примут мое решение Мое движение дальше, вперед Я себя так думала, думала Не пошла, не спросила И ничего не сделала И так 10 лет я ждала момента Дождалась до того, что началась война Которая В момент, в который ты Понимаешь Ищешь спасение Не только физическое Но и духовное Ты понимаешь, что Что дальше Ты боишься, что может произойти дальше Ты так близко К чему-то страшному Твоя семья Ну и так В принципе Мое физическое спасение Привело меня сюда К моему духовному спасению Я здесь С огромнейшей поддержкой Моих близких Как казалось Они меня очень сильно любят И наоборот Верят в мое будущее И рады За то, что я здесь Я хочу Отдельно сказать Большое спасибо Всем Всей церкви Потому что Нас тут Мою семью Меня лично Так сильно поддерживали И поддерживают Я хочу сказать вам Анатолий Большое спасибо Вы просто Так глубоко Нам преподавали Ну вот Вы делали Такую огромную Работу Над нашими душами Спасибо вам огромное Хочу сказать Девушкам Которые Молились со мной С которыми Я исповедовалась Это было Мудро Спасибо вам огромное И Спасибо Ну все Спасибо Юля Ну что Кому-то нужен микрофон Сейчас Окей В любой момент Если что Можете перебить Программу Теперь я Приглашаю пастора На сцену У нас сейчас Будет торжественный Момент Приготовьте Ваши Телефоны И Мы сейчас Будем Вручать им Сертификаты Об этом Памятном Моменте Который Я надеюсь Они будут Помнить До конца Дней Жизни Итак Друзья Первый Кого Сегодня Мы поздравляем У него Сегодня День рождения Восемнадцать лет Изои Это Марк Максим Колещак Дмитрий Рожик Анастасия Анастасия Мизина Олеся Каминска Анастасия Шевцова Эмили Ченкова Диана Авраменко Кристина Кристина Сорока Сергей Григорчук Петр 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 Каминский Черныш Михаил Дмитрий Дмитрий Бричко Тим Шулька Дмитрий Спирисенко Дмитрий Спирисенко Стефани Стефани Стефанов Мартыненко Ангелина Анна Черняева У нее сегодня тоже день рождения Не буду говорить сколько лет Ей 18 тоже Костова Юлия Кристина Климова Юлиана Турчин Елизавета Нестеренко Оксана Бондарь Мэри Григорчук Лазукина Джазмин Марина Марьяна Мороз Кейди Ариэла Померанс Ангелина Померанс Оливия Пистряк Данила Игнатов Роман Мун Мандруев Так Они вместе с супругой Прошли все Классы Но супруга Родила Сына И не смогла Принять водное крещение Она здесь Мы поздравляем вас С сыном Прекрасные события Сын родился Новый Джейкоб Мандруев Так И сертификат Да Мы ждем Евгений Романюк Элла Евчук Даниил Пасечник София Наумчик Штефан Ростислав Даниил Авраменко Прошу прощения Артеменко Даниил Люда Димова Марк Герман Джазлин Элкатиф Павел Грицак Сузанна Котелевская Эрик Гримайло Влад Садока Ави Измайлова Исаак Семчишин Эстер Котяков Вам два раза еще осталось поздравить Игорь Вергулянец И наконец Виола Нагарнюк Так Мы их поздравляем И сейчас Можете приготовить Ваши фотоаппараты Мы сделаем Красивую фотографию Значит Первый ряд Сидит Второй ряд встает Свет Свет Дайте на сцену побольше Чтобы было их все видно Так Приготовьте Фотографии Так Повыше сертификат Там кто-то сзади Вас не видно О, не так Лицо не закрывайте Ниже лица Все сделали фотографии Еще последний раз Улыбаемся Раз Раз Два Три Фотографируем Красавчики И на этом мы Подходим к концу Так Друзья Завтра Завтра Будет Торжественный Выпускной Вечер Не в этом здании А По адресу Так Можете засканировать Достаньте сейчас Свои фотоаппараты Засканируйте Этот QR-код Вам нужно Зарегистрироваться Чтобы Ну Мы знали Что вы придете Это 15 минут Езды отсюда В South Point Church Если есть адрес Можете высветить Если есть где-то Да Есть адрес Сфотографируйте Пожалуйста Завтра В 6 часов вечера Друзья Это будет Вечер поклонения Будет петь Хор библейской школы Будут сильные свидетельства Приводите друзей Молодежь Это будет праздник Места хватит всем Там зал большой Парковки достаточно В 6 часов вечера Приезжайте И у вас будет праздник Послезавтра Здесь На этом месте Будут 3 служения В 8.30 На русском языке В 10.30 На английском языке Также будет Петь хор И В 12.30 На русском языке Будет петь хор Библейской школы СМБС На этом У меня с объявлениями Все Давайте мы встанем Поблагодарим Бога В завершении Этого служения Отец Небесный Благодарим за этот праздник Дух Святой Благодарим Тебя Что Ты был с нами Сегодня Благодарим за слово За силу слова И благословляем Еще раз Этих молодых парней И девчат Господь Во имя Иисуса Благослови их жизнь Господи Благослови Господа нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Муха Аминь Друзья дорогие Сейчас звучит музыка Вы можете подойти И поздравить Сфотографироваться Это торжественный момент Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа Иисуса Христа Продолжение следует...